Совсем недавно президент США Трамп хотел переплюнуть своих китайских коллег и устроить США красочное шоу в стиле тянь-ань-мэнь. Правда, американские военные приняли эту идею без энтузиазма, да и в отличие от Китая, на руках у населения столько оружия, что там только начни военные покатушки, а закончить будет уже намного сложнее, чем начать. Тем более, что именно в США очень много людей хоть раз дочитали собственную декларацию о независимости, где четко выписана инструкция, что надо делать, если правительство, вроде Трампа, потеряло берега. В общем, с доминированием, а по сути стянь-ань-мэнированием у Трампа не сложилось. И все больше звоночков идет о том, что с мечтами о вечном правлении, о котором он открыто заявил, когда Си Цзиньпин был объявлен пожизненным коммунистическим императором или фараоном, придется прощаться. Но, как говорил барон Мюнхгаузен, «но это еще не все». Только что грянул очередной скандал, который показывает отношение Трампа к другому фундаментальному принципу демократического общества – свободе слова. Начался он предсказуемо, поскольку подряд и публично выступили два генерала, в свое время занимавшие высокие государственные посты – Джеймс Мэттис, бывший министр обороны США, и Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США, которые высказали резкую критику в адрес Трампа. На этом фоне ряд СМИ провели опросы именно среди республиканцев, где был поставлен вопрос об их поддержке Трампа. В частности, такой опрос провело информационное агентство CNN SSRC. Результатом опроса стало 38% республиканцев, одобряющих политику действующего президента. Важны были не только абсолютные значения, но и то, что этот результат оказался самым низким за последние 17 месяцев, с тех времен, как началась эпопея с импичментом. По большому счету, именно такую тенденцию демонстрируют результаты опросов, проведенные другими агентствами и службами. Просто большая их часть была более широкого свойства и не ограничивалась лишь республиканцами. Так, в индексе опросов RealCleopolitics лидерство Байдена над Трампом установлено на уровне 8%, что на 2,5% выше, чем две недели назад. Но именно опрос CNN вштырил деда по самый чуб. Предвыборный штаб Трампа направил в CNN письмо с требованием отзыва опроса, который показал, что бывший вице-президент Джо Байден обходит Трампа на 14 очков. А в письме том говорится, Это трюк и фальшивый опрос, который вызывает подавление избирателей, душит импульс и энтузиазм в отношении президента и представляет в целом ложное суждение о реальной поддержке президента в Америке. Подписано это письмо старшим юрисконсультам Трамп-2020 Дженной Элис и главным операционным директором компании Майклом Гласнером. В данном случае в памяти возникает образ уже не китайского лидера Си, а президента Бразилии Болсонару, который решил подправить статистику по коронавирусу. Он решил, что если своими действиями он не может повлиять на количество погибших и зараженных от вируса, то вполне может причесать статистику. Вот и у Трампа решили сделать то же самое, но причесывать решили СМИ, которые публикуют неприятные для них результаты опросов. На это требование быстро и публично ответил главный юрисконсульт CNN Дэвид Виджиланте. В его ответе, в частности, говорится следующее. Насколько мне известно, это первый раз за 40-летнюю историю, когда CNN угрожали судебным иском, потому что американский политик или компания недоволен результатами голосования CNN. В той мере, в которой мы получали правовые угрозы от политических лидеров в прошлом, они, как правило, исходили из таких стран, как Венесуэла или других режимов, где практически или вообще отсутствует уважение к свободным и независимым СМИ. Туда же трамповых штабников послали и авторы опроса CNN Генри Энтен и репортер CNN Politics Вероника Страк-Валурси. Они заметили, что результат их опроса никак не выбивается из конвы массы других опросов, которые проводятся коллегами из других сетей служб, а потому считают претензии необоснованными и как попытку придушить свободу слова в США. В общем, складывается впечатление, что на столе у Трампа лежит список прав и свобод, которые он пытается ликвидировать, а рядом список совершенно критических злоупотреблений, которые дискредитируют верховную власть как таковую, и методично идет по пунктам списка. По сути, только что он бросил перчатку прессе, когда этого он сделал с Твиттером или с гражданскими свободами, которые хотел душить армией. Это как раз показательный случай того, как можно закопать себя самостоятельно и намного качественнее, чем это мог бы сделать твой оппонент. Сейчас Байдену вообще не нужно ничего делать. Просто сидеть и улыбаться, и потягивать мохито. Трамп все сделает сам.